В эфире информационная программа Пульс города в студии Екатерина Иванова Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске Непростой период Выпускники школ сдают государственный экзамен Судебные приставы детям Нерадивых мам и пап заставят исполнить Алиментные обязательства Вальс на центральной площади города И серебряная трель школьного звонка В Кандалакше прошел парад выпускников Теплоэнергетики скорректировали график опрессовки На центральной котельной Кандалакше Сроки проведения сдвигаются на более поздний период Уточнили в компании МЭС Отметим, что в ранее утвержденном графике На проведение опрессовок были отведены дни В период с 29 по 31 мая Для этого уже с сегодняшнего дня Управляющие компании должны были начать Отключение домов от теплоносителя Однако из-за низкой температуры наружного воздуха И неблагоприятных погодных условий Специалисты МЭС решили перенести испытания Они будут проведены после окончания Отопительного сезона В период с 18 по 20 июня Ну и еще одна новость Из разряда положительных Жителям Мурманской области Не придется переплачивать за тепло Потребленное в прошлом году Решение принято на уровне региона Речь в частности идет о плюсовых перерасчетах За тепловую энергию Которую северяне получили в апреле Ресурсники сделают возврат до начислений В преддверии Международного дня детей В Мурманской области Стартовала акция Судебные приставы детям Ее главная цель Привлечь внимание общественности К проблеме неуплаты алиментов На сегодняшний день Задолженность по уплате алиментов В нашем регионе Составляет без малого Полтора миллиарда рублей Сейчас, согласно официальным данным Обязательства по содержанию Своих несовершеннолетних детей Не торопятся исполнять порядка 7,5 тысяч северян Каждый сотый житель нашей области Напомнить нерадивым мамам и папам Об уплате алиментов Намерены приставы В период с 27 мая по 1 июня Они проведут массовые рейды По адресам неплательщиков алиментов И мероприятия, направленные на формирование В обществе негативного отношения К должникам по алиментам Особое внимание в эти дни Будет уделяться применению Полномочий судебных приставов По ограничению должников В пользовании специальными правами Будет активизирована работа По розыску должников и их имущества Праздник для всех горожан Но в первую очередь Для выпускников кандалакшских школ Торжественная линейка По случаю последнего звонка Состоялась в эту субботу На центральной площади нашего города Отзвенели школьные звонки После торжественных линеек В стенах своих образовательных учреждений Нарядно одетые выпускники парадным строем Шествуют на центральную площадь На общегородскую линейку События, которое стало традицией Вот уже третий год подряд В Кандалакше По-особенному участвуют Выпускников школ В этом году помимо 11-ти классников В торжестве принимают участие И 9-ти классники А их без малого 500 человек Среди участников торжественной линейки Призеры и участники Олимпиад Спортсмены, отстаивающие честь Кандалакши на региональных И всероссийских соревнованиях Активисты Ребята, занимающиеся наукой и творчеством И у вас сегодня начинается новая жизнь Осталось сдать экзамены И вы получите самое главное богатство Которое есть у каждого человека Право быть свободными Право свободы выбора Вы будете выбирать Какой дальше будет ваша жизнь Я желаю вам сделать этот выбор правильно Я желаю, чтобы вы выбрали Правильную профессию Правильное образование Правильный жизненный путь И тогда Все у вас обязательно получится Каждый выпускник Гордость своей семьи Своей школы Своего города Ребят, для которых Школьные будни остались позади Поздравляет весь город Слова благодарности Звучат и в адрес учителей Добрых наставников Тех, кто на протяжении многих лет Шел с учениками рядом Открывал для них мир знаний Давал мудрые советы Наставлял и поддерживал На сцену приглашаются Смолина Галина Анатольевна Учитель математики Средней общеобразовательной школы Номер два Девять педагогов Отмечены в этом году Почетными грамотами И благодарственными письмами Главы муниципального образования Еще один учитель Ольга Анатольевна Лукашева Отмечена почетной грамотой Мурманской областной думы Вместе со своими наставниками На сцену в этот праздничный день Поднялись и ребята Отмечены муниципальной премией Надежда Кандалакши Их в этом году пятеро Время присуждается Колдун Дарье Александровне Обучающиеся детско-экологиологической станции Вчерашние школьники Еще не подозревают Что завтра они окажутся В новой школе Школе, где нет учебников Нет шпаргалок Зато много учителей И почти ежедневные экзамены Это школа жизни И ее каждому Нужно пройти достойно А пока праздник Праздник уходящего детства И последний в их жизни Школьный звонок С праздником Кандалакша С последним школьным звонком И пусть этот звонок Доставь нашим выпускникам Счастливую взрослую жизнь Звенят звонки Школ Кандалакшского района Для наших выпускников В добрый путь Наши взрослые дети И пусть все школьные звонки Сольются воедино на этой площади 2019-го Сколько радости и надежды В трилле последнего звонка Сколько трепета и нежности В последнем школьном вальсе Этот праздник займет особое место В копилке добрых и ярких воспоминаний ребят Кульминацией праздника стал запуск Символических часов Хранителей времени Механизм которых установили Сами выпускники Праздники закончились Наступила пора экзаменов Самый волнительный и напряженный период Как в жизни самих учеников Так и их родителей и педагогов Сегодня 11-классники держали Свои первые государственные экзамены Сдавали географию и литературу В среду предстоит написать Тест по математике Это обязательный экзамен 3 июня русский язык Второй обязательный предмет Государственные экзамены Сдают в эти дни и девятиклассники Уже завтра им предстоит Блеснуть знаниями по русскому языку Пожелаем вчерашним школьникам Ни пуха ни пера Сегодня 27 мая В нашей стране отмечается День российских библиотек Это сравнительно молодой праздник В нашей стране его начали отмечать Менее четверти века назад Для кандалакшских библиотекарей День российских библиотек Двойной праздник В этом году исполняется Ровно 45 лет С момента создания Кандалакшской централизованной библиотечной системы Сегодня кандалакшская Централизованная библиотечная система Под своим крылом объединяет Девять библиотек Шесть городских и три сельских В Нивском, Лувинге и Белом море Количество ежегодных посещений Приближается к отметке 20 тысяч человек в год Учреждения уже давно перешли На новый современный уровень Библиотека Сейчас это общественное пространство Где помимо того, что можно взять Для прочтения книгу Организуются еще выставки, концерты Культурно-просветительские И патриотические акции Встречи с интересными людьми Правовые ликбезы Театрализованные представления В общем, жизнь бьет ключом Так, даже в преддверии Своего профессионального праздника Сотрудники библиотек Не удержались И провели фотосессию Итогом которой Стала выставка Библиотекарь в образе Она развернулась накануне В ГК Ценева Здесь 21 фотография Это огромный труд Наших специалистов И огромный труд Тех, кто здесь представлен Самая лучшая профессия Женская профессия Возможно даже Это библиотека Почему? Потому что Мы так живем одной жизнью А читаем и проживаем жизни Мы ведь тоже мечтали В детстве мечтаем Быть кем-то Общаться с кем-то Поэтому лучше, чем интернет Это книга Которая дает вам возможность Прожить множество жизней Фотографии Каждая фотография Получилась с душой Каждая фотография Это не просто Фото в костюме Перед камерой Каждая фотография Это сюжет Это какая-то история Из произведения 21 фото И самые яркие, сочные Порой смелые образы Солоха Снегурочка Исмеральда Из собора Парижской Богоматери Анна Каренина Баба-яга Почему нет? Какой-то мероприятие Ну кто я? Баба-яга Уже срослась Как-то вот прижилась Мне нравится Есть такое выражение Выбери себе работу По душе И тебе не придется Работать ни одного дня В своей жизни Тех, кто предан профессии И отдал ей Не один десяток лет Своей жизни Сегодня честовали На торжественном вечере Дюц Ровесник Спасибо Поверьте Хочется пожелать вам Не только благодарного читателя А еще думающего Чтобы в его глазах Вы видели обязательно мысль Ответ на ваши слова Чтобы там Играла музыка Музыка-литература Чтобы всегда В них было вдохновение Которое они черпали Из книг Которые вы им предлагали Вдохновение, радость А еще признание Желали сегодня Всем библиотекарям Города Многие из них Были отмечены Высокими наградами От руководства Города и района Региональных властей На сцену приглашается Лемко Татьяна Николаевна И это все О чем мы успеваем Вам рассказать сегодня Далее вас ждет Короткий блок коммерческой информации И прогноз погоды А я с вами прощаюсь До завтра Не пропустите Пульс города Ровно в 19.00 На ТНТ-4 Всего вам доброго И до встречи